А в Усть-Каменогорске, пожалуй, впервые в Казахстане, полицейские решились на протест. Правда, выразить причину они доверили родственникам их осужденных коллег. Пятерых страшпорядка осудили за пытки. С решением суда не согласны их близкие и десятки блюстителей правопорядка из Усть-Каменогорска и Риддера. Антон Сергеенко с подробностями. Практически весь состав Ульбинского отдела полиции Управления внутренних дел Усть-Каменогорска собрался сегодня здесь, возле здания областной прокуратуры, для того, чтобы выразить свое несогласие с приговором суда. Здесь собрались родственники, сослуживцы, всего около ста человек. Судья приговорил пятерых полицейских к трем годам заключения за пытки каждого. Согласно материалам дела, они связали подозреваемого в разбойном нападении, били по ногам и надевали на голову пакет, чтобы выбить местонахождение подельников. Во время допроса мужчина несколько раз терял сознание. Сейчас он сам в местах заключения. А полицейские пришли поддержать своих сослуживцев. Но молча комментариев не давали, предоставив права слова родственницам осужденных. Основной момент, где фальсификация еще доказательств идет, мы смотрим протокол проверки показаний на месте Косенова, где он указывает якобы, что 14 июля на него оказывалось давление. В своих показаниях он, собственно, сам говорит о том, что у него ничего не требовали. Это сплоченный отдел. Они молодцы. Я горжусь, что в нашем городе такая милиция. Полиция. Они один за всех и все за одного. Потому что это парни, которые тоже работают оперативниками. И все-таки протест полицейских, пусть даже молчаливый, обеспокоил власти. К месту событий приехали несколько патрульных экипажей и Аким из Каменогорска. Я, честно признаюсь, об этом деле не знал. Но я могу сказать одно. У нас есть закон. Перед законом все равны. Я пришел сюда. Естественно, вы сами понимаете, своими административными методами я здесь делать ничего не могу. К сотрудникам полиции, которые пришли сюда в свое нерабочее время, присоединились и близкие их коллег из Риддера. Там неделю назад был вынесен аналогичный приговор. Три кадровых офицера, которые соответствуют своим словам и данной присяге, честно трудились во благо внутренней безопасности своей страны. Оказались на скамье подсудимых и осуждены на три с половиной года. Прокуроры пошли пикетирующим навстречу. Сначала провели общую беседу и объяснили, как действовать дальше в рамках закона. После этого все мирно разошлись по домам. Антон Сергеенко, Кирилл Ефремов, Информбюро, Восточно-Казахстанская область. Тем временем в Казахстане только за прошлый год зарегистрировано более полутора тысяч пыток подследственных. Года позднее эта цифра была почти вдвое больше. В 2016 году издевательством во время уголовного производства подвергались и несовершеннолетние, и даже женщины. По отношению к слабому полу пытки применялись 34 раза. И это только зарегистрированные факты. Такие данные приводит организация «Международная тюремная реформа».